Женщины России, Женщины России, Красивая слава и сила страны. Актовый зал Дома культуры Заря блистает и вовсе не от декораций, а от улыбок прекрасных женщин. Они стали победителями акции «Женщины года 2023». Татьяна Ушатова получает награду в номинации «Руководитель». Каждый день к ней за помощью обращаются десятки тех, кому требуется психологическая поддержка. Говорит, секрет ее успеха – это внимание к проблеме каждого. Весна, я приду в свой коллектив, я покажу, что так могут все. У меня много психологов и в городе в том числе, которые заслуживают такой же награды. И я думаю, что их вдохновит еще больше и больше. Приятно, когда тебя оценивают. В школьные годы Анна Некрасова всерьез заинтересовалась химией. И не заметила, как простое увлечение стало делом жизни. Сейчас женщина трудится на нефтеперерабатывающем заводе. Часто в компанию приходят молодые специалисты, которых нужно брать под свое крыло, говорит Анна. Такой подход не остался без внимания. Женщину отметили в номинации «Наставник». Только при достижении взаимопонимания можно достигнуть поставленных результатов и добиться успехов в работе. И для меня это важно, потому что я человек достаточно амнициозный и лишний раз, когда плюсик в копилочку получаешь, очень приятно. Конкурс проводится с 2015 года. Лауреатов выбирали в семи номинациях. «Наставник», «Специалист образования и науки», «Профсоюзный лидер» и других. В этом году в финал вышли 50 человек. У нас два этапа, где работает конкурсная экспертная комиссия, где мы смотрим не только на заслуги именно в профессиональной деятельности, но и учитываем, безусловно, общественную нагрузку. Какие доблестные женщины, которые занимают активную жизненную позицию в различных областях, в различных аспектах нашей деятельности. Акция прошла по инициативе общественной организации «Союз женщин городского округа Самара» при поддержке администрации города. Андрей Бессонов, Ксения Баканова, Петр Поломеев. События.